Приветствую вас! Начать мне хотелось бы из того, что я не очень понял из вашего текста, какую помощь вы хотите получить от психологов на этом ресурсе. То есть, вопрос, который вы задаете в своем тексте, он по своей сути, по своей природе один. Это вопрос, где вы спрашиваете, правда ли, значит, я запутываюсь, я не понимаю. Мама давит на мои жалости, спровоцирует меня или наоборот, это я такая плохая. То есть, вот, как бы, вы задаете этот вопрос только один. При этом, в общем, довольно подробно, достаточно подробно, описываете ситуацию с мамой, говорите о том, что у нее боли, что она страдает и так далее. Говорите, что у вас есть психолог, с которым вы работаете, который ставит вам диагнозы. Кстати, вроде бы только психотерапевт может ставить диагноз, то есть врач. А психолог, он вроде бы диагнозов не ставит. Он вроде бы работает, как бы, немножечко в другом направлении. Ну, давай, давайте пройдем по ситуации, которая у вас сейчас есть. Значит, что происходит у вашей мамы? Ну, исходя из того, что вы написали, можно сделать два предположения и один вывод. Наши предположения будут такие. Либо ваша мама в действительности вообще не болеет. То есть, совсем. То есть, никаких болей у нее нет. И она ведет себя таким образом и так, потому и для того, чтобы вы обращали на нее побольше своего внимания, чтобы вы побольше думали о ней, потому что она боится того, что вы ее можете покинуть из-за ваших отношений с мужем. Она оставаться, она не хочет. Также, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что ваша мама довольно эгоистичный человек. То есть, когда вам было плохо, когда вы страдали, когда вам была нужна помощь, ваша мама не обращала на вас внимания и вообще делала вид, как будто все, что с вами происходит, абсолютно и совершенно нормально. Если бы не этот факт, можно было бы говорить о том, что ваша мама действительно все плохо и что она действительно болеет. Но вот этот факт как бы намекает на то, что вполне вероятно ваша мама могла придумать эту болезнь для того, чтобы удержать вас. То есть, она хочет удержать вас, она хочет, чтобы вы были рядом с ней и боится, что вы ее как бы оттолкнете. Ну, что вы, кстати, и делаете. Вот. Наши предположения, это первое, и вполне может быть, что у вашей мамы есть некоторое психологическое, психическое, точнее, заболевание, которое можно предполагать многое, но не хотелось бы этого делать, потому что это уже психиатрия. Вот. Но, тем не менее, если это так, то тогда хочется сказать, что вам действительно не стоит свою маму воспринимать всерьез и понимать, что вам таким образом манипулируют вам. Еще раз повторю, что это лично только предположение. Пока что. Но, тем не менее, это предположение основанное на фактах, которые вы приводите. Далее. Далее идет у нас с вами следующее предположение, и оно звучит так. Боль у вашей мамы, так же, как и болезнь, действительно есть, действительно существует, но есть некоторая тонкость. дело в том, что при наличии действительного заболевания ваша мама не хочет вылечиться. Ваша мама не хочет вылечиваться. Почему? Ответ прост, потому что ей это не выгодно. Здоровая она не считает себя нужной. Здоровая она думает, что вам не нужна. ну и наверное действительно если она будет здоровой, вы вряд ли будете с ней вместе, вряд ли будете как-то в ее жизни пребывать и так далее. И отсюда в общем-то уже вам решать какое из этих предположений более верное, но то, что спрашиваете вы, что вы говорите либо я такая плохая, либо эта мама манипулирует и давит на жалоб я вам хочу сказать, что однозначно второй вариант, то есть вариант, согласно которому именно ваша мама давит вам на жалоб. Она надеется вас таким образом привязать к себе, чтобы вы были с ней, чтобы вы делали только то, что хочет она и по сути ничего больше. Говорить о том, что это плохо, говорить о том, что ее можно как-то поменять, переделать, ну я думаю не имеет смысла, потому что вашей маме не изменить, она такая, какая она и она такой будет, такой она будет всегда. Поэтому нужно понимать, что да, мама должна жалость, но она просто делает это потому что боится остаться одна. А еще она делает потому что явно прослеживается на мой взгляд эгоистичное поведение. Я думаю, что мои коллеги добавят что-то от себя по этому поводу все-таки психиатрии это не то, чем занимается психолог, психолог, вот, но тем не менее, я думаю, что в этом плане коллегам моим будет что-то добавить. Тем более, что у нас здесь вроде бы есть люди, которые занимаются психиатрией. Что касается вас, что вы неплохая, вы поступаете совершенно правильно, вы делаете все верно. Я не думаю, что в вашем случае можно было поступать как-то иначе, как-то по-другому, вы не могли этого сделать. И я думаю, что ни о каком чувстве вины, ни о каком недостаточном внимании и ну, каком-то, знаете, недостатке поведения, недостатке вот чего-то такого с вашей стороны вашей маме, я думаю, речи не может идти. Если она это вам внушает, значит, что ей это выгодно. То есть вы подумайте, кому по большому счету выгодно вся эта ситуация, которая сейчас происходит, я думаю, вам многое станет понятно. Ну, или надеюсь, что многое станет понятно вам. Вот. Не очень продолжая свою мысль, не очень понятно, что вы хотите, какую помощь вы хотите получить от нас. Я об этом уже говорил и скажу еще раз. Не очень понимаю, какую помощь вы хотите получить от нас. Особенно с учетом того, что у вас есть психолог, с которым вы работаете, и который вам, судя по вашему же сообщению, ставит диагноз. Вот это, наверное, самое странное в вашем сообщении, то есть у вас есть психолог, вы с ним работаете, но вы обращаетесь к нам, чтобы мы вам помогли. Как человек, который, я так полагаю, ходил на очный прием к психологу, вы понимаете, что ну очный прием и вообще разговор с человеком с глаз на глаз, где видна его и вербальная, и невербальная реакция, и где можно ориентироваться на невербальные проявления, там анализировать как и что происходит сейчас у человека и так далее, и так далее. Вы же понимаете, ну я надеюсь, что вы понимаете, что подобное не идет ни в какое сравнение с тем, вот что делаем сейчас мы. То есть по сравнению с очным приемом у психолога это то, что сейчас происходит, но это конечно, я бы не сказал, что прям смешно, но куда хуже. Мне вот непонятно, непонятно цель, которую вы преследуете при выборе какой формы работы. Если бы вы не работали вообще с психологом, я бы это понял бы еще, но вы заработали, значит, вы можете сравнить, и вот это мне непонятно. Далее, еще раз повторю, непонятно, какой именно помощи вы от нас хотите. То есть если говорить о том, что у вас наблюдается расстройство, вот как вы пишите, да, что у вас образуются желчи, что у вас начинаются проблемы с здоровьем из-за этого, то знаете, момент здесь какой? Чтобы мы вам не порекомендовали именно сейчас, именно на данный момент, чтобы мы вам не порекомендовали, если вы от своей мамы не сепарируетесь, она так и будет себя ответ прост. Ей так удобно, ей так комфортно, ей так выгодно. Ей нравится делать то, что она делает, и она будет это делать. Прошу вас вполне вас постарайтесь в этот момент для себя принять. То есть вы не сможете ценить ее поведение, если только не будете проявлять тотального совершенно, тотального безразличия по отношению к ней. Вот серьезно, только безразличие вам здесь может помочь. И то, безразличие это такой довольно длительный процесс, то есть я имею ввиду безразличие здесь это отдельная такая стратегия проведения, которая может быть принесет вам результат. а может быть результаты не принесет. Непонятно это, потому что не совсем ясно, что ваша мама за человек и как на нее повлияет. Ну вот допустим, кричит она на вас, когда вы проявляете свое безразличие, когда вы думаете о себе. Хорошо, кричит. а что кроется с этим криком? Не очень понятно. Почему вы реагируете на ее крики? Точно не очень понятно. Ну, казалось бы, кричит она и кричит, и пусть кричит, в чем проблема. Но вы почему-то реагируете на это очень болезненько. и я в вашем сообщении увидел некие обиды на то, что она не поняла вас, не услышала вовремя, не поддержала. Вот такие, знаете, претензии к ней, которые у вас есть, они имеются. И скорее всего есть у этих претензий причина такая, на мой взгляд, ну, достаточно глубокая причина, то есть с вашей мамой вы определенно не ладили какой-то протяжении всего времени. Другое дело, почему вы решили к ней переезжать, это очень другой вопрос. Понимаете? То есть не очень понятно, какой помощи от нас вы ждете именно конкретно. Как мы можем вам помочь и чем? Я, наверное, не до конца понимаю, и хотел бы, чтобы вы обрисовали хотя бы в дополнение направление, куда вы хотели двигаться с психологом, я имею ввиду психологов, которые здесь, на ресурсе, и чего вы ожидаете от работы с психологом, потому что пока вот это все-таки непонятно. Для всех вас есть психолог, если он вас ведет, то, соответственно, ему и надо вас вести, ему и надо с вами работать дальше. У него, наверное, есть опыт работы с вами, у него, наверное, есть опыт взаимодействия с вами, он знает вас, вы его знаете. и что вас побудило к тому, чтобы написать нам. Поймите правильно, а я не обсуждаю вас за то, что вы обратились, вы молодец. Ну, а дальше что? Ваше невротическое состояние, оно от моего ответа на вопрос, который я вам даю сейчас, каким бы полным он ни был, ваше невротическое состояние от него, к сожалению, не пройдет сразу. Это как минимум, оно не пройдет. Потому это достаточно глубинное состояние, связанное оно, наверное, смесь обиды, неуверенности в себе и возможно злости на маму и может быть там есть что-то еще. С этим тоже нужно разбираться. Как бы. Вот. То есть с вами нужно работать представить какой момент. И это важный момент. Действительно, это очень важный момент. Опять же, на мой взгляд, это очень важный момент. Но у вас есть психолог уже. И вот это то, чего я не могу понять. Почему вы обратились сюда, когда у вас уже есть специалист, с которым вы работаете. Вы этого никак не проясняете. Наверное, мои коллеги зададутся тем же вопросом. Вот. То есть как бы предположения, которые есть у меня лично по данному вопросу, я озвучил. Сглашаться с ними или нет, это уже решать вам. Тут вы сами определите, какое предположение вам более близко из тех, что я назвал. Но чтобы вы сразу понимали, что если вы хотите помощи по взаимодействию с своей мамой, то здесь надо понять, что ваша мама это не тот же человек, которого можно взять и как-то поменять. Она взрослый человек, она пожилой человек, она не изменит своего отношения к вам, она не изменит своего отношения к себе, она будет вести себя так до тех пор, пока не это выгодно. И соответственно единственное, что вы можете сделать, это как бы убрать выгоду ее текущего поведения. Вот уберете выгоду текущего поведения, ну, может быть, что-то изменится, а может быть и нет. И если у вас ребенок грудной, то вам нужно думать в первую очередь о нем. Вот этот тот же момент довольно интересный, на мой взгляд важный, вы как будто разрываетесь между ребенком и мамой. Но мама взрослый человек, даже если, поймите, даже если у нее действительно там какая-то болезнь, в которой, кстати говоря, врачи не могут определить, что разрываетесь немного. Даже если у нее какая-то болезнь, тот взрослый человек хочет вылечиться, хочет выздороветь. Она не хочет выздороветь, она хочет болеть дальше. Ей выгодно болеть дальше, понимаете в чем дело? И получается, что вы разрываетесь между ней и своим ребенком и даже я думаю, если я правильно вас понял, дальше мужем взрываетесь между ней и своим мужем как бы совсем зря. Потому что своей маме не поможет никак. Она не хочет, чтобы ей помогать. Она хочет, чтобы ее именно как бы оберегали, чтобы постоянно были с ней и все, больше ей ничего не нужно. Вам саму это тоже нужно решить. Хотите вы, чтобы ситуация была так, или вы примете волевое решение, все-таки его измените. И это решение никто за вас не примет. То есть помочь вам можно. Помочь. Но опять же я уже сказал, в чем помочь, это отдельный вопрос. В чем именно вам нужна помощь. И второе это такое решение вы примете. Принятие решения мы вам не поможем. Мы не можем помочь. Да и неправильно это было бы помогать вам в принятии решения. Я думаю на этом все. Можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вы решите дополнить свой вопрос новой информации, то пожалуйста напишите мне в личку, я прочту еще раз, потому что дополнения не очень удобно приходят. Я прочту и отвечу вам на дополнение. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА